У нас республика газовая. Более полутора миллионов лицевых щитов это там, где есть газовое оборудование. Самое опасное это проточные водонагреватели. И девочка, которая погибла, она отравилась, как раз стояла колонка проточный водонагреватель с открытой камерой с горами. Вот таких по республике установлено на сегодняшний момент 210, что ли, тысяч. Из них, вот то, о чем говорил уважаемый профессор, более 26 тысяч с истекшим сроком эксплуатации. Но это же помещение принадлежит собственнику. Собственник несет всю ответственность сам. И надо поменять оборудование? Меняет сам. Надо установить анализаторы? Делает сам. Хорошо. Не устанавливает собственник? Вот Павел Анатольевич, я не знаю. Не устанавливает. Нет у него денег. Срок эксплуатации прошел. Срок эксплуатации прошел лет как 10, а у кого-то 15. А если я предполагаю, что люди возрастные, и все 30-40, возможно, да, а возможно, с начала заезда в этот дом, кто должен бить тревогу? Ренан Габдович. Вот. Подождите, если мы говорим про оборудование, вы уж меня извините, про оборудование, да, то ежегодно проводится техническое обслуживание. Понятно. Ну, не меняет человек. Это его, получается, проблема. При этом он ставит под угрозу, в общем-то, и собственной жизни соседей. Что мы должны, что в этой ситуации делать? Ренан Габдович, это хочу профессионально. На мой взгляд, можно рассуждать так. Оборудование старое работает в старых домах. Само оборудование старое, в принципе, может работать, если обустроены дымоотводящие каналы, если они плотные, герметичные и так далее. А через них не может поступать дым в другие помещения, что очень часто в современных, ой, не в современных, а именно в старых домах именно это происходит. Если можно заглянуть было в наши кирпичные каналы, в дымоходы, вы бы обнаружили, что они все в трещинах, в них где-то раствор уже давно весь снизошел на нет, можно так сказать. И соединяются каналы между собой. Это вот одна из проблем. Вторая проблема, это засорение вот этих вот дымоходов. Как я уже сказал, за ними надо всегда следить самому жильцу. Не человек, который приходит раз в 4 года и проверяет дымоходы, вентканалы, а сам жилец. Сколько раз в год? Нет, если используется газовое оборудование, 4 раза в год. 4 раза в год приходят сами службы? А человек еще сам, вы говорите, должен проверить. Проверка работы вентканалиста. Нет, нет, не котла, а именно дымоходов и вентканалов. Сколько раз сам человек должен проверить, чтобы было убедительно, верно? Ну, мне кажется, раз в месяц обязательно должен посмотреть, открыть лючок кармана, посмотреть, насколько он там загрязнено. Это в первую очередь обязательно. Ну и последнее, значит, еще раз. Приточные отверстия, приточные устройства, которым является окно, надо либо восстановить старое окно, либо установить специальное приточное устройство, причем определенного размера. Вот на это хотел обратить внимание. Что-то...